Вспоминаем о том, что наши слова имеют силу, вот Гульнара перед этим сказала о том, что мы обворовываем себя, обворовываем не мы себя, нас обворовали в том, что не сказали нам правду. О самом основном, о подсознании, о том, что наше подсознание имеет колоссальнейшую силу, а подсознание связано с сверхсознанием, то есть сознание, подсознание, сверхсознание. И вот самый основной, вот как это ни странно выглядит, главный бдитель всего нашего процесса, Валюша на улице, умничка, молодец, ты в летней кофточке, у нас так холодно в Киеве сегодня, вообще как осень, проснулась реально. Тепло, тепло, у нас так хорошо, и солнце выходит, я вам посылаю. Ой, берем, 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 берем. Берите тепло, радость, счастье, улыбку, благодать Божью, всем дарю, дарю, дарю. Спасибо, Брю. Благо, дарю, дарю, благо, получаю. Благо, дарю, дарю, беру, дарю, беру. Вот, поэтому о подсознании. Итак, кто читал «Бедный папа, богатый пиопапа», помните, там он все время задает тон. Он говорит, бедный папа все время говорил, я не могу себе это позволить. Кто помнит это? А богатый папа какой вопрос задавал? Как я могу себе это позволить? И вот сейчас я вам сделаю демонстрацию Кана и прочитаю маленький отрывок из книги, которую я тоже очень периодически часто очень читаю. Мне она очень-очень нравится, эта книга. Она называется «Безграничный разум», «Безграничный разум» Джо Мерфи. Кто-то слышал об авторе Джо Мерфи? Вот «Сила подсознания», Джо Спенда, Джо Мерфи. Я очень люблю эти книги читать, потому что там очень много интересных, действительно интересных, но осмыслений, которые мы можем для себя увидеть. И вот книга называется «Сокровище внутри нас». И вот смотрите, он рассказывает об истории. Если вы будете непрестанно повторять «Я не могу себе это позволить, это для меня слишком дорого», то подсознание поймает вас на словах и проследит за тем, чтобы вы и в самом деле не были в состоянии купить желание. Настаивая на том, что я не могу купить этот автомобиль, это путешествие в Европе, этот дом, эту шубу или горностаевую лепитку, вы можете быть уверены, что подсознание будет следовать вашим указаниям, и вы проживете всю жизнь, так и не решившись на покупку подобной вещи. Канун прошлого Рождества прелестная студентка университета, вздыхая, смотрела на привлекательную и довольно дорогую сумочку в витрине магазина. Девушка собиралась на каникулы домой, в букву, что рядом с Нью-Йоркой. Она уже была готова сказать себе, что не может купить эту сумку, но вдруг вспомнила о том, что она услышала на одной из моих лекций. Никогда не заканчивайте отрицательную формулировку, немедленно аннулируйте ее, интеллируйте ее. Немедленно аннулируйте ее, и в вашей жизни произойдут чудеса. И моя знакомая сказала себе, эта сумка моя, вот смотрите формула, да, эта сумка моя, она здесь выстрелена для продажи, и я принимаю ее своим умом. А мое подсознание позаботится о том, чтобы я получила ее. Смотрите, какая формула. Когда мы что-то видим, в основном, большинство людей говорит, я не могу себе это позволить. Это для меня слишком главное. То есть большинство из нас, вот сегодня одна из участницей говорила о том, что она поняла, что мы воры. Мы воруем у себя. Да, мы воруем в том моменте, когда говорят, я не могу себе это позволить. Оно признает, кто часто себе это говорит. Я не могу себе это позволить, для меня это слишком дорого. Вот большинство людей, которые приходят ко мне на сеансы, они говорят, ой, у вас так дорого, я не могу себе это позволить. Я говорю, начните позволять себе это. Я не могу себе это позволить, для меня это слишком дорого. И так говорят миллиарды людей по всей земле. Я не могу себе это позволить. Вот ли это сумка, вот ли это автомобиль, вот ли это машина, вот ли это, ну, неважно, что ли. И вот смотрите, что эта девушка говорит, это сумка моя. Она уродила на витрине, и она говорит, это сумка моя. Видите? Валя тоже хорошо спит мои лекции, судя по всему. Смотрите, это сумка моя. Итак, когда я что-то вижу, я говорю, приди на ту же самую формулу. Это мое. Она здесь выставлена для продажи, я принимаю ее своим умом. Мое подсознание позаботится о том, чтобы я ее получила. Мое подсознание позаботится о том, чтобы я ее получила. Мое подсознание позаботится о том, чтобы я ее получила. Дальше уже не важно, как подсознание найдет способы это сделать. Вот тут уже совершенно не важно. Восемь часов утра в день Рождества, там уже никто для этой человекной сумки, которые она не равняет, не которые мысли наступила свою любовь. Она заполнила свой разум, ожидали. И высвободила глубинные резервы своего разума, имеющие науфалт для выполнения полученных заданий. Вот что она рассказала мне после этого случая. У меня не было денег, чтобы купить кисунку, но сейчас я знаю, где нужно искать деньги. И все остальные нужные вещи в своем внутреннем сокровищнице вечных истинках. Вот такой пример, который есть. И этим примером я многократно пользовалась еще до чтения этой книги. Я помню момент, когда я шла в мумовиклину и видела красный сапогут. Они такого бордового яркого цвета, я еще люблю красный цвет. Я влюбилась в них, я вот просто увидела их и сказала, я вернусь за ними. Они на тот момент стоили 10 долларов. Это были сумасшедшие деньги. И это было невозможно в моей коцене. Я пришла домой и сказала мне, давай согласимся. А теперь слушаем о силе согласия. Теперь внимательно, внимательно, просто для себя фиксируем. Сила согласия делает невероятные вещи. Поэтому если вы что-то от меня слышите, я беру, я соглашаюсь вдвоем. Мои клиенты это знают, они говорят, Галина, согласись со мной. У меня там получится сделка. Согласись со мной. То-то-то-то-то. То есть сила согласия, она имеет колоссальнейшую силу. Итак, сила согласия двоих, а теперь представьте, сила согласия троих, а теперь представьте, сила согласия четверых, пятерых, шестерых, двадцати, тридцати. Почему я и поднимаю сейчас уровень вашей веры, чтобы потом мы со временем, знаете, сказали. А давайте согласимся. Это происходит. Мое подсознание найдет способы это реализовать. Мое подсознание такое по поводу красных сапог. Я пришла домой, сказал мужу, давай согласимся, что деньги не идут. Через буквально три дня пришел один мой клиент, отблагодарил меня. Определенно сила денег. И я сразу в формула сапога, и вернулась, и они все так же стояли на витрине, и я их купила. Я их потом, правда, не носила, потому что мне очень неудобно это делать. Они на шпильке такие. И они у меня лежат до сих пор в кофе, очень удачно. Потому что, значит, неудобно уколотку. Но по цвету они еще не понравились. Вот знаете, как женщина, он выбирает по цвету. И цвет понравился, она выбыла. Обожаю мне удобно на шпильке ходить. Очень нет. Периодически на шпильке праздники, на великие, когда на машине надо куда-то поехать. Они на коже не даже неудобны валить машину. Это неудобно. Ну, фиг с ним. Фиг того, что я их купила. Фиг того, что мое подсознание осуществило и реализовал это желание. Итак, я не могу себе это позволить. А теперь мы эту фразу переворачиваем. Я запрещаю себе эту привычную фразу. Отмени. Фраза. Я не могу себе это позволить. Для меня. Итак. Кто водитель? Вспоминайте. Есть так называемый кирпич. Это означает, что туда машина ехать не может. Это означает, что правило дорожного движения, вот, Наром назвало меня светофором. Мне очень нравится этот образ. Мне очень нравится этот образ. Можете тоже себе взять его. Скажите, я тоже светофор. Почему? Потому что светофор, что он предупреждает. Он разрешает с одной стороны зеленый цвет, и красный он запрещает, а оранжевый предохраняет. Ты подготавливаешь или к одной фазе. Так вот, теперь красный кирпич, представьте. Я водитель, поэтому я очень много у людей ассоциаций с вождением даю. Вот теперь слова. Я не могу себе это позволить. Между собой и этой фразой. Прямо у людей фразой. Я не могу себе это позволить. Между этой фразой ставим кирпич. И себе говорим, туда въезд запрещен. Туда въезд кирпич. Красный знак. И прямо между собой и этой фразой. Я не могу себе позволить. Ставим кирпич. Представляем его себе. Отныне эта фраза в запрещении у нас. И теперь зеленый светофор включается, и мы ставим другую фразу. Как я могу себе это позволить? Мое подсознание найдет способы это осуществить. Мое подсознание прямо сейчас находит способы это осуществить. Мое сверхсознание. Мне даже больше нравится думать о сверхсознании. Потому что я понимаю, что сверхсознание вообще всем обущим. Мое сверхсознание, мое подсознание найдет способы это осуществить. Когда мы говорим о талантах и дарах. Вчера мы говорили о трех тысячах минимум талантов и даров. Как вам еще такое? Мы воруем. Не мы. Нам помогли. Ведь нас подтолкнули к этому воровству. Подтолкнули к воровству и сказали, что ты никто и ты ничто, и ты себя ничего не представляешь. И поэтому и самооценка. Скажите, как ваша самооценка за эти дни? Правда она такая поднялась? Потому что мы осознаем, кто мы. Зачем мы незамыли? Мы ответили себе наконец-то. Помните, я вам говорила? Я накрываю. Я сюда утром встаю. И у меня радость. Я накрываю стол. И это изобилие. И так. На этом столе есть все. Все сферы жизни, они просто переполнены богатством и изобилием. И вот вы сидитесь как цари. Как цари. Вот почему я написала у себя в телеграмме. Предназначенный царствующий. Вы засадитесь как цари за этот стол. Не как воры, которые там руку запускают, что-то схватили. Одно там. И что-то умыкнули. Там, видите, какую-то там курочку маленькую кусочку. Вот этих. Ой, курочку съела, так наелся, хватит с меня. Не, сидите за стол. Там обилие, там все. И алкоголь, и вино, и фрук. Ну, там прошу кустовы. Все, что хотите. Все есть. Сидитесь как цари. Одевайте свои короны. Вы царственные отцовы. Я приглашаю вас за этот стол. И вы предназначены царством. Вы предназначены быть царями. Поэтому следующая тема, мое подсознание об этом, озаботиться. Тема «это дорого и это дешево» прекращает существовать в нашем мире. Только я определяю, что это дорого. И только я определяю, что это дешево. И только я делю этот мир на дорого и дешево. Если что-то есть в реальности, я говорю по-другому. Я пока, слышите фразу? Я пока не могу себе это позволить. В данную секунду. Но если мне это надо, я задаю вопрос. Как я могу себе это позволить? И мое подсознание способно мне это дать. Мое подсознание способно мне это дать. Итак, у кого какая вот обратная связь? Давайте повспоминаем, знаете, что такое вера. Вера – это опыт. Когда в моей жизни уже было несколько моментов, когда я увидела закономерно, когда я чего-то хотела и осуществила. Когда я чего-то хотела и осуществила, у меня появляется вера. Еще больше, чего-то больше его хотели. Оно включается с микрофона, оно вспоминает, как вы чего-то хотели, и у вас что-то получалось. Причем как-то вообще непонятным образом. Как вы даже не знали, вот как эта девушка, ее жених ей подарил сумку. Вот так она не знала. Но она твердо знала, что ее подсознание ей это дать. У кого какие мысли есть? У кого есть какие-то вспоминания? Галина, я прошу прощения, озвучьте, пожалуйста, еще раз название книги. Не успела записать, крутится в голове. Сокровищница внутри нас. Книга называется «Сокровищница внутри нас». Будем ее части какие-то зачитывать, чтобы у нас она откладывалась очень глубоко в подсознание. Да, понятно. Я вообще вышла замуж, и я не с этого города, где я сейчас живу. Я 6 лет, мы 6 лет жили с родителями. Вы сами представляете, что такое жить со свекровью. Я каждую ночь ложилась, и я мечтала о своей квартире. Пусть она будет маленькая, пусть она будет вообще комнатка, но чтобы это было, я каждый день молилась. И вы знаете, ну правда, мы жили 6 лет с родителями. Ну да, у меня своя квартира, у меня свой бизнес, как бы. Все-таки надо просить и молиться. Я вот к чему. Просить и молиться. Давайте я немножко сделаю акцент. Почему 6 лет? Почему? Этот срок мог быть 4 месяца. Почему долго? Смотрите, когда мы молимся, мы относим свою молитву где-то, ну куда-то туда. Это где-то вне нас. И поэтому что происходит? Срок увеличивается. Когда мы о чем-то говорим, мы говорим, это когда-то будет. Туда. Здесь включается надежда. Я надеюсь. Я надеюсь, что как-нибудь, может быть. Ну, надежда, она подразумевает. Может быть, а может не быть. Поэтому, по сути, оно приходит. Но оно приходит через 6 лет. Ну, я вообще уверяю, что 6 лет могло произойти через 10 лет. То есть оно произойдет. Оно произойдет в каком-то далеком периоде времени. А это же все утомление. Ты утомляешься. Ты много энергии. Ты много энергии тратишь. Поэтому в чем формула здесь? Формула надеюсь, верю или знаю. Вот давайте в этой формуле очень четко определимся. Потому что, если я надеюсь, я переношу свой объект в чумание непонятно куда в далекое будущее. Понятно. Если я верю, я верю, что Бог меня услышал и когда-нибудь не даст. Тоже есть более твердая позиция. И она более твердая. Но опять она уходит в непонятное будущее. Когда я знаю, я знаю, что мое подсознание Бог сверху в нами. Прямо сейчас уже есть этот объект. Я знаю, что как только я прошу и получаю. Я прошу и тут же получаю. Я прошу и тут же получаю. В общем, надо менять формулировку слов лингвистики своей. А что такое лингвистика? Лингвистика – это и есть наш мозг. Лингвистика – это и есть программное обеспечение вот здесь. Точно так же, как компьютер. Если вы даете неправильный запрос, он вам, ну, как Google, например, да? Google. Ну, например, огурцы. Это что законсервировать? Я часто этот пример приложу. Просто пишу в Google – огурцы. И Google мне выдает целую-целую-целую-целую там с кем? Огурцы. Чуть-чуть увеличиваю запрос. Посолить огурцы. Там тоже целый-целый список. Мне надо искать то, что мне надо. Теперь я еще увеличиваю фразу. Засолить огурцы на зиму, например. Добавляем слово «на зиму». Другое ответ. Дальше. Закрыть огурцы. Пластиковая крышка на зиму. Вон там следующий. В зависимости от того, как вы правильно, как вы ставите запрос, так Google вам и отвечает. Бог отвечает вам точно так же. Бог – это и есть Google. Как запрос ставится, так ответ и приходит. Как вопрос ставится, так ответ на него приходит. И вот у меня даже есть пример к этой теме. Вот личный. Из собственной жизни. Извините, Галина, перевела. Хорошо, что вы говорите. Да, вот правильно вы сказали слово «знаю». И искренная вера и сознание. Значит, у меня в жизни была ситуация, когда я разошла с первым мужем, отчаяние, и я себе сказала, вот просто я знала, я себе сказала, у меня будет праздник, на моей улице будет праздник, у меня будет мужчина, который будет меня любить, и я знаю, что я буду счастливая женщина. И я себе, я настолько вот эта вера из сердца шла, и она была такая искренняя, уверенная. Ну, мне говорили, знаете, как же всегда утешить или это, я сказала, не надо меня утешать. Я знаю, что у меня все будет хорошо. Я сейчас не помню, но очень короткий промежуток времени, очень короткий прошел, и я познакомилась с своим мужем, с которым вот уже мы живем почти 30 лет. Вот. Читар нужно знать, знать нужно. Я знаю, что... Я прям себе записала, записала, что я знаю, что у меня там будет машина, я знаю, что там, ну, не перечисляю. Вот. То есть эта формула почему очень важна? Потому что когда мы надеемся, это куда-то уходит, ну, оно не в нашей ауре, ну, чтобы давать более профессиональное живое объяснение. То есть как только я что-то смотрю на какой-то объект, я становлюсь беременна этим. Вот женщины меня больше поймут. Например, я иду и вижу сапоги. И когда-то я говорю, я хочу их, то вот этот объект сапог, он уже находится в моей реальности. Просто он уже есть, он не будет, он уже есть. Дальше что происходит? Дальше он происходит процесс заземления. Когда я говорю, я знаю, что мое подсознание найдет способы это обесчастливить, мое подсознание найдет способы это обесчастливить, этот объект уже есть, я уже беременна им. Дальше идет процесс, я не буду беременна, я уже есть беременна. Дальше я вынашиваю эту мысль. Дальше я вынашиваю эту мысль, и совсем скоро будут роды. И совсем скоро будут роды. То есть реальность реализует мое желание. Теперь вопрос. Могу ли я аборт сделать? Могу. Как я могу делать аборт? Если я, например, говорю, так, экономика такая, так, денег не хватает и так далее. То есть, условно говоря, у меня две конфликтующих мысли. Одна говорит, ты можешь себе это позволить, а вторая говорит, ты не можешь себе этого позволить. То есть, в зависимости от того, какая мысль больше внутри нас, такая и мысль реализуется. То есть, если больше реализуется мысль, как я могу себе это позволить, мое подсознание об этом позаботится, и я знаю, что у меня это будет в любом варианте. У меня была одна клиентка, она говорила, плана B не существует. Тоже была такая история. Она с Австралией, мы познакомились с ней, у нее было очень тяжело. Она вышла замуж по расчету, чтобы получить гражданство. Ну и в итоге попала в очень большой файп. Он ее убил, убивал очень. Мы с ней почти полтора года работали. Вот в итоге она встретила, распиталась, там тоже все не так просто развеснуть. Там очень тяжелые моменты в разводе, там тоже не так все быстро происходит. Короче, подсознание нашло способы, как ей помочь развестись, как уже спитаться, и вот она встречает буквально тоже через два месяца парня, и они организуют свадьбу. И она мечтала на берегу океана, в общем, шатер, там, в общем, не было свадьбу. И вдруг вот они объявляют свадьбу, на тот день объявляют врагам, шторм. И то есть ее мечта под запретом. Вот невозможно, вот этот шатер и берег океана, вот невозможно вообще обслуживать. И она мне звонит в истерике, Галина, что делать? Я так мечтала. Все, а родители уже говорят, нет, нет, мы отказываемся от берега моря, от берега океана, и назначаем свадьбу где-то в ресторане, и там устраиваемся в этот весь этот процесс. Я ей говорю, слушай, ты сильно хочешь шатер и океана? Очень. Я говорю, насколько от одного до десяти? Она говорит, не десятку. Я говорю, давай так, когда плана Б не существует, только плана. Она говорит, ну ты понимаешь, если мы назначим там гостя, нам около ста человек, нам туда-сюда, на берег начнется что? А ресторан там не закажет? Я говорю, дорогая, или мы верим, или мы не верим. Хочешь океан? Хочу. Мы с тобой высвобождаем согласно, что будет. Так вот, представьте, они устроили свадьбу на берегу, и на тот момент, пока три часа шла вот этот весь свадебный процесс, такое было впечатление, что облака разошлись. Именно над ними не было ни дождя, ничего. Но только они собрались, просто обрушился, обрушился, что и так далее. То есть вот я и говорила, плана Б не существует. Если назначила план А, иди уже до конца, плана Б не существует. Да, для этого нужна колоссальная вера и нужно понимание, как подсознание работает. Поэтому люди, кто со мной общается, бизнесмена, они знают, что все, что я прокачиваю, так, согласиться со мной, что плана Б не существует, есть только план А. Потому что у нас у всех есть план Б. Мы на всякий случай всегда оформируем план Б. На всякий случай. Итак, давайте подходить к завершению. Мы обнаружили, что у нас 3000 талантов и здоров. Мы с вами обнаружили, что плана Б не существует. И мы все способны, и мы можем себе позволить их воплотить. Все реализовать. Как вы думаете, если у вас так много талантов и здоров, вот бедным когда-то в жизни будете? Да никогда. По одной простой причине, потому что таланты и дары всегда вас проформят. Чего люди больше всего боятся? Давайте так. Они боятся бедности. Что такое бедность? Бедность – это старость, это увядание, это прозябание. И поэтому так много людей находятся в состоянии страха за будущее, неуверенности в будущем. Много ко мне людей приходится именно с этим запросом. Я ощущаю, что под моими ногами забычий кусок. У меня ощущение, что у меня нетвердого фундамента. Но когда вы понимаете, что в данный момент у вас есть сила подсознания, сила сверхсознания, сила вашей мысли, сила «я знаю», сила нашей группы, вот знаете, что я заметила? Каждый раз, когда я утром стою и не хочу проводить занятия, у меня такое внутреннее, не хочу. Так, напиши им, чтобы они-то занимались самостоятельно. я уже знаю, точно знаю, что это сопротивление. Я уже точно знаю, что это сопротивление. Я говорю, не наоборот, я сейчас стану, и сейчас будет самое бомбическое и оптимое занятие. Вот замечайте эти моменты. Потому что многие, вот смотрите, когда-то у нас было 30, потом 15, сейчас на 100, то есть вот замечаете, что как только вы не хотите идти в утром, это значит, пошло сопротивление. Сопротивление на результат, сопротивление на меня может возникнуть, сопротивление на кого-то в группе может быть. Поэтому наша задача, единственная, чему нам нужно научиться, вот прямо сильно-сильно понять, это сопротивление. Вот кто понимает насильное сопротивление? Когда старое уже не работает, новое еще не работает, в этот момент возникает сопротивление. Я такое проходила, Галин, я организатор тренингов, и однажды я вообще сама не хотела идти на тренинг, который организовывал. Специалист приезжает, а я не хотела прям вообще от слова совсем идти. Но в итоге я пошла, и именно на этом тренинге у меня очень много открытий было. Сайтов, открытий, так глубоко мы зашли вот со специалистом. Вот я тоже заметила, что как только идет сопротивление, значит, что-то очень важное придет. И работаю с такими же людьми, которые начнут говорить, например, денег нет, мне не с кем детей оставить, то есть начинается искать причины. Но я так договариваю, уговариваю порой, и потом они благодарят за то, что они пришли, потому что там они очень много каких-то для себя вопросов решили в этот момент. То есть это сопротивление, оно всегда так встречается. Поэтому помним, ребята, помним о сопротивлении. Прямо сейчас себе говорим. Агония и сопротивление. Агония и сопротивление. Помни об этом. Потому что это единственное, что нам мешает по большому счету чего-то в своей жизни осуществлять. Сопротивление – это страх перемен, это не… Скажем так, все это, конечно же, входит в сопротивление. Супер! Ес! Прямо так сказать. Ес! Какой я богатый человек! Какой я богатый человек! Отныне я не бедный, отныне я не нищенствую, отныне я очень-очень богатый человек. И все это семя, которое мы засаживаем. Вот смотрите, семя. Поэтому, друзья, я также ожидаю, что вы будете меня благословлять финансами. Я не наслечаю специально суммы, знаете, потому что одному сумму 100 долларов – это ни о чем. Вторую сумму 100 долларов – это о чем-то. И если говорить о семени, то хозяин никогда не саждет семена из последнего. Он берет лучшее. Большинство из вас, как вы отправляете с именем? Вот из остатка, что есть, вот там самое последнее. Ну, там остался доллар лишний, главное, так и продать битгалименталу. Я – ваше зеркало. Поэтому отправляем мне на теву Божию, что мне не божен, вы пожинаете свою жизнь тоже с вами. Отправляйте лучшее, что у вас есть. Отправляйте с благодарностью мне. Потому что и услышьте меня. Потому что очень многие игнорируют мою просьбу. Ну, просто так. Знаете, буквально три-четыре человека отправили мне деньги. Вот. И у меня возникает внутри такая мысль. Если три-четыре человека отпали, а остальные находятся в состоянии, ну, как бы я сел за стол, покушал, и даже чаевые не отправил. Это говорит о чем? О том, что или человек не понимает и не осознает, или же он по привычке так действует. Ну, типа бесплатно? Ну, пусть будет бесплатно. Я говорю, бесплатно ничего нет. Вот сразу вам говорю. Бесплатно ничего нет. Бесплатно. Бесплатно. Поэтому я не назначаю специальный какой-то с вами. Но вместе с тем я буду вас учить точно так же, как говорит подсознание, что первая семена отправляется. Потому что лучшая семена отправляется. Я же вам не даю знания из последнего. Знаете, из того, что там мне где-то в подвале завалялось и я так ну, нате вам косточку, грозите ее. Я вам даю лучшие. Я даю лучшие сливки из того, чему я учу на семинарах, чему я учу на сессиях, чему я даю. Я лучше вам даю. Я это делаю, вы заметили, я не продаю вам семинары. Я не говорю, я вам сейчас чуть-чуть дам, а лучшее я припасу на платную что-то. Я лучше вам даю. Поэтому и моему финансовому обеспечению как лучшему. Потому что я для них лучшее дам. И посею лучшую и пожну из этого лучшего лучшего. То есть я даю лучшее, соответственно, лучшее пожинаю. Поэтому я благодарю тех, кто осознал, кто уже понял, кто уже посеял. Поэтому сразу же, как только вы сеете, сразу же говорите, я сеете и я жнец. То есть когда вы думаете о деньгах, не думайте, где их заработать. Потому что работают рабы. Думайте о том, как принять урожай. Сразу же говорите, так, я отправлял голене деньги, мое семя, а теперь из этого семени я пожинаю. Я принимаю свой урожай. У меня уже есть мой урожай. Сразу же говорите эти слова. У меня есть урожай. Я живу из урожая. Ангелы пошли, пожали, и ангелы мне уже приносят урожай. Я так живу уже лет, наверное, 15 из урожая. Когда у меня заканчиваются деньги, я думаю только о том, где мне посеять, потому что мне надо пожать. Какую мне плодородную землю посеять, почему плодородную? Потому что если вы даете деньги человеку, который неблагодарен, это неплодородная земля. Знаете, часто родители говорят, о, мне надо ребенку лучшее дать. Я всегда говорю, послушай меня, если твой ребенок неблагодарен, за то, что ты ему даешь лучшее, это неплодородная земля. Поэтому считай, что ты это семя посеял и забудь. Вот там урожая ты не получишь. По одной простой причине, потому что неблагодарная земля, она просто съела и урожай не высвободил. Поэтому и вы учитесь быть такой же землей. Когда ваша жизнь это дает то же самое, сразу же благодарите. Прямо говорите, я плодородная земля, я высвобождаю урожай этого семьи. Я высвобождаю урожай этого семьи. потому что плодородная земля, она высвобождает урожай. Не плодородная земля, она никогда не высвобождает. Поэтому как только вы отправляете семьи ко мне, я тут же как плодородная земля, высвобождаю урожай. И вы сразу же говорите, а я беру урожай. Я беру урожай. Мое подсознание позаботится о том, что урожай пришел. Мой урожай приходит и от юга, и от запада, и от севера, и от востока. Урожай поднимайся. Давайте выучим эту формулу. Урожай поднимайся, приходи. И от юга, и от запада, и от севера, и от востока. Урожай поднимайся, приходи. Урожай поднимайся, прямо сейчас видите. Ангелы поднимают урожай и на крылья своих приходят. Приносит этот урожай. Прямо видите. Ангелы уже прямо сейчас пришли и принесли урожай. Прямо сейчас мои сокровищницы полны, мои все карточки наполнены, прямо сейчас, заметьте, не будет, а сейчас. И причащайтесь, я причащаюсь своему семье, я причащаюсь своему урожаю, я ответственна за то, чтобы сеять, но я также ответственна за то, чтобы сразу же пожимать. И я сразу по этому говорю, урожай, приходи, урожай, приходи, наполняй мои жительницы, мои сокровищницы, мои карточки, наполняй меня новыми идеями, наполняй меня. Урожай приходит разными видами. Урожай приходит в виде подарка, урожай приходит в виде идеи, которая вас озаряет, и вы теперь понимаете, что вам делать. Урожай приходит в виде, когда снимается вуал, и вы такие, а что, так можно было? Урожай приходит в виде денег, урожай приходит в виде клиентов, у меня появляются дополнительные какие-то клиенты, у меня появляются какие-то прибыльные предложения по работе. Урожай приходит разными путями, и мы позволяем урожаю приходить разными путями. Вот здесь урожай я не ограничиваю, я отказываюсь ограничивать урожай. Вот прямо я отказываюсь ограничивать урожай. Я говорю, урожай из семени такого-то поднимается. И поэтому не прекращайте сеяние жадкости. Потому что вот это колесо, оно когда раскручивается, вот когда это колесо постоянно в раскрутке, идет, вы только сеете, уже ждете урожая как семени предыдущего, сеяли, пожали, сеяли, пожали, сеяли, пожали. И я вам говорю то, что я делаю сама. Я делаю то, что делаю сама. Вот. И это работает. Это всегда работает. Да, бывает на урожай приходит, вот как с фиников пришел, саранча. Но Библия говорит о том, что Бог высвобождает компенсацию на действие саранча. Вот сейчас прямо услышьте. Бог всегда высвобождает компенсацию на действие саранча. Поэтому вы также говорите, я принимаю урожай, ой, я принимаю компенсацию на действие саранча. Я принимаю. Мое подсознание находит способы, как эту компенсацию на действие саранча принять и реализовать. Вот такие простые слова. Мы с вами учимся жить из семени, получая урожай. Урожай получая опять сеять. Потому что когда колхозник урожай поднимает, он будет лучше. Картошку, например, он отбирает отборную картошку на семя. Съедает. А вот это семя он сеет, потому что он понимает, что из семени он в следующем году будет урожай. И вот мы с вами призваны, я говорю, единственная профессия, к которой мы призваны, это быть семителем и жителем. Все, время заканчивается.